Я уже во всех деталях рассказал о состоявшейся в начале декабря выставке Вездеходор 2022, на которой была развернута широкая экспозиция всевозможной техники для покорения бездорожья. Но одно дело на эту технику смотреть, а другое — опробовать. Именно поэтому организаторы выставки предложили журналистам испытать в деле несколько из показанных на выставке вездеходов. Тест этот оказался интересен тем, что позволил сравнить в полевых условиях различные подходы и технические решения, на которые делают ставку разработчики такой техники. В последние годы самые активные развития получили вездеходы типа всем известного Sherpa — короткобазные двухосные машины на шинах сверхнизкого давления с бортовым поворотом и цепным приводом огромных колес. Они неплохо плавают, а некоторые даже способны выходить из воды на лед. Поставленные друг за другом колеса у таких снегоболтоходов обуславливают размещение входа с торца кабины и при сниженном давлении воздуха в шинах обеспечивают резкое увеличение пятна контакта почти на уровне гусеничных машин. Не удивительно, что в нашем тесте приняли участие сразу несколько подобных вездеходов, включая снегоболтоход BigBo, производство Костромской лаборатории вездеходов, а также сразу два хорошо известных любителям покорять бездорожье Феникса, уже несколько лет производимых в Кургане и считающихся одним из наиболее легких колесных моделей с бортовым поворотом. В отличие от подавляющего большинства других подобных снегоболтоходов BigBo предложен с автоматической трансмиссией, значительно упрощающей вождение по бездорожью. Для этой машины 128-сильный дизель и коробку автомат заимствовали у Hyundai Accent. И еще один интересный нюанс, кузов BigBo изготовлен из алюминия и пластика и отличается не утилитарной, а люксовой отделкой интерьера. Ведущий в кабину передняя дверь у него сдвигается в сторону, а не откидывается вниз, как у большинства аналогов. В общем, очень интересная машина. Да, темосник болтоходов с бортовым поворотом активно развивается, но развиваются и альтернативные ей концепции. В тесте, к примеру, принял участие лесник Экстрим. Внешне он напоминает шарпоподобные вездеходы, но у него классические трансмиссии и рулевое управление. Поэтому и мосты получилось разнести подальше друг от друга, расположив вход в салон не спереди, а сбоку. В мостах Экстрима использованы детали от ГАЗ-66, причем, что важно, все четыре колеса управляемые. То есть, задние даже в повороте всегда идут по колее передних, что важно с точки зрения проходимости. Верхняя часть кузова алюминиевая, нижняя – стальная. Вот так выглядит задний люк для входа в салон. Пассажирские сидения установлены вдоль бортов и могут трансформироваться в спальное место. Также для входа есть и боковые двери. А вот так выглядит рабочее место водителя. Как видим, сидит он по центру. И что важно, здесь не рычаги, как у машин с бортовым поворотом, а рулевое колесо. Коробка передач механическая, а потому справа от водителя расположен классический рычаг ее переключения. А вот еще один вездеход автомобильной схемы. Называется Тайпан и выпускается в Новосибирске. Это единственная оказавшаяся на тесте машина такого рода, у которой есть классическая автомобильная подвеска, рессоры от УАЗа и амортизаторы от Газели. Именно благодаря наличию такой подвески Тайпан оказался самым быстрым. Он способен без утраты комфорта двигаться по бездорожью на скорости 55-60 км в час, тогда как у всех других колесных вездеходов на шинах сверхнизкого давления за неимением подвески такая скорость примерно в два раза ниже. Мосты у Тайпана от УАЗ Хантер. В моторном отсеке установлен тойотовский силовой агрегат в составе двигателя рабочим объемом 1,5 или 1,8 литра и 4 диапазонной автоматической коробки передач. Силовой агрегат развернут вдоль оси вездехода, поэтому выходящие из коробки валы идут не к правому и левому колесам, а к переднему и заднему мостам. Дифференциал между ними заблокирован намертво. Подключение обоих мостов трансмиссии жесткое. Предусмотрены механизмы блокировки межколесных дифференциалов. По ходовой части и трансмиссии, да и по компоновке салона, Тайпан напоминает скорее не специальный вездеход, а лифтованный легковой внедорожник. Видимо поэтому, да еще с учетом вполне приемлемой цены, на него очень неплохой спрос. По словам одного из разработчиков, за четыре года производства реализовано порядка 120 этих машин. Тем не менее, не стоит на месте и развитие конструкции вездеходов с бортовым поворотом. Например, один из двух фениксов оказался электрическим. Внешне или по компоновке салона он, по крайней мере на первый взгляд, ничем не отличается от модели с классическим движком. Но у него, по меньшей мере, есть два плюса. Моментальный выход на максимально крутящий момент и экологичность, важная для тех, кто эксплуатирует технику на территориях с экологическими ограничениями. Да, у электрического феникса нулевой выхлоп и он непривычно тихий для таких машин. Другое дело, что пакеты батарей любую технику делают тяжелее, что особенно плохо для вездеходной техники с ее ограничениями по давлению на грунт. И потом, а что если батареи разрядятся где-нибудь в болоте? Что тогда делать, если у тебя вездеход с обычной двигателем, залил в бак горючку из канистры и поехал дальше. А что делать с электрическим вездеходом, непонятно. Некоторые рекомендуют возить с собой генератор, но тогда выхолачивается сама идея электропривода. В общем, я всегда считал, что вездеходы будут последними, до кого докатится волна электрификации транспорта. Но я ошибался. На самом же деле, количество всевозможной электровездеходной техники на российском рынке растет. В числе представленных на тест ее образцов, помимо электрического феникса, были еще два. Первый – это электрический квадроцикл «Литл» производства вологодской компании «Шваграж». Причем, обратив внимание, данный вездеход шарнирно-сочлененной схемы. Раньше «Литл» был известен только с двигателем внутреннего сгорания, а теперь в линейке этих вездеходов появилась электрическая модификация. А еще один электрический участник теста – сноубайк «Снегирь-2500». С алюминиевой рамой, аккумуляторной батареей емкостью 4 кВт-часа и электродвигателем мощностью 25 кВт весит такой мотоциклоснегоход 115 кг. Заряда батареи в спокойном темпе движения ему хватает примерно на 40 км или на 2 часа. Можно поставить и более емкую батарею, тогда и запас хода будет больше. Причем «Снегирь-2500» – это не переделка из обычного мотоцикла. Он изначально проектировался как сноубайк, а потому получился более легким и компактным. Впрочем, есть еще одно, пока не упомянутое мною, направление развития колесных покорителей бездорожья. Тоже высокопроходимых, тоже плавающих и тоже на шинах сверхнизкого давления. Но они более компактны, технически более просты, эстетически более утилитарны, а потому представляют собой доступную альтернативу более крупным, солидным, комфортабельным и дорогим колесным снегоболтоходом. Такие вездеходы еще называют «Кракатами». На тесте они были представлены двумя экземплярами под названием «Кракен». Что можно сказать про такие машины? Дешево и сердито. Комфорта мало, вид простецко-угловатый, вместимость и грузоподъемность тоже невелики. Зато в плюсах дешевизна при покупке и эксплуатации, а также легкость транспортировки к месту покорения бездорожья. Конструкции – максимальное использование комплектующих от серийных автомобилей. Кабина или полностью открытая, или над ней водружен трубчатый силовой каркас со съемной прозрачной пленкой. В таком вездеходе, двигаясь по лесной дороге, главное не получить веткой по лбу. Причем шансы в этом у водителя и пассажира равны. Как правило, «Кракаты» оснащают китайским движком мощностью от 15 до 20 сил, в паре с которым ставят автомобильную коробку передач. Да, комфорта у каракатов немного, но по проходимости они вряд ли уступят большим вездеходам. Во всяком случае, во время теста «Кракены» брали те же препятствия, причем без заметных усилий. На бездорожье сильная сторона подобных машин – сравнительно небольшая снаряженная масса. Учитывая невысокую стоимость, свой сегмент вездеходного рынка и свой круг покупателей и ценителей, у «Кракенов» и им подобных есть. Хорошая альтернатива «Кракатам» – компактные гусеничные вездеходы, хотя они чуть выше по стоимости. Такие вездеходы были представлены двумя моделями «Добрыня». Конечно, тут можно спорить, но по моему опыту именно гусеницы все-таки самый лучший движитель в условиях бездорожья. Впрочем, гусеничные вездеходы – отдельная тема, и о них мы еще обязательно поговорим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова